Итоги, так, сегодня мы будем с вами подводить итоги января, и у нас обычно, когда мы проводим итоги месяца, мы делаем это обычно в две части, то есть две части вебинаров. В первой части мы называем, отмечаем партнеров, которые проявили себя в предыдущем месяце, в закрытии статусов, в работе с клиентами, в работе с партнерами. И во второй части мы говорим про новости, новости, которые нас ожидают. И сегодня так же будет, мы с вами начнем с того, что мы поздравим тех ребят, которые поработали активно в январе, несмотря на то, что январь у нас с вами праздничный месяц, и половина месяца у нас, как правило, проходит в такой тишине. У нас все равно есть партнеры, ребята, которые активно этот январь проявили. И я хотел бы отметить, начнем мы со статусов, статусы, у нас есть карьерная лестница, и начнем со статуса М3 в январе. Значит, статус М3 в январе закрыли Сергей Белогорцев, город Пермь, и Евгений Маади, город Кызыл. Статус М3. Дальше идет статус регионального менеджера, следующая ступень карьеры на лестнице. Мы поздравляем Амак Ертине, Кызыл, Михаил и Юлия Кукурятовы, город Муром, Рустам Кукаев, город Саратов, и Жанна Чан, город Южно-Сахалинск, это статус регионального менеджера. Идем дальше. Статус генерального менеджера. Евгения Гамдрахманова, город Южно-Сахалинск, и Дмитрий Малахов, город Нижневартовск, это статус генерального менеджера. И в январе у нас был директор, то есть статус директора. Кежик и Шенебуду из города Кызыл закрыли статус директора, директор первого уровня. Несмотря на то, что месяц был у нас такой вот тихий, спокойный. Так, идем дальше. Также я хотел бы отметить партнеров, которые работали активно с клиентами, которые подключали клиентов и которые работали по партнерской программе. Значит, начнем с продукта. Партнеры, которые за январь привели на платформу, три и более клиентов. Начнем с трех. Елена Краснодар, Жунар Амушев, город Бишки, Кыргызстан. Александр Шинкарев, город Кемерово. Елена Ким, город Южно-Сахалинск. Петр Беляев, город Мурманск. И Елена Полох, город Южно-Сахалинск. Это три клиента за январь. Идем дальше. Четыре клиента в январе. Евгения Габдрахманова, город Южно-Сахалинск. Дальше идем. Пять клиентов в январе. Павел Рубанович, город Краснодар. Дальше идем. Шесть клиентов в январе. Ирина Панкратова, город Перемь. И опять же у нас абсолютный лидер. Опять же вообще без какой-либо интриги. И на первом месте семь клиентов в январе. Татьяна Фурсова, город Самара. Поздравляем, ребята. Так, и также я хотел бы отметить ребят, которые работали активно по партнерской программе. У них появилось в первой линии два и более партнера. Значит, два партнера в январе. В первой линии. Нигина Каткаленко, город Урай. Тарас Годовонюк, Ирина Строкова, город Тюмень. Анна Проценко, город Севастополь. Артем Бичинов, город Иркутск. Жанна Чан, город Южно-Сахалинск. Сергей Белогорцев, город Перемь. Два партнера в январе. Это, как мы с вами говорили, задача минимум. Затем идем дальше. Три партнера в январе. Илья и Елена Юрьевы, город Омск. И четыре партнера в январе. Михаил и Юлия Кокурятов, город Муром. И Амак-Яртене, город Кызыл. Я сегодня часто слышу город Кызыл. Это, наверное, город, который, несмотря на то, что январские праздники, был активно увлечен в работу. Хорошо. То есть это статистика по январю. Мы еще обычно с вами подводим статистику по бальному рейтингу и погонке городов. Но эти рейтинги мы с вами озвучим уже совсем скоро, в конце этой недели, 6-7 февраля, на нашем мероприятии итоги года. И там будет не только гонка городов, не только лидеры спринта, но и различные номинации. И я хотел бы, пользуясь случаем, хотел бы, так как у нас мероприятие уже совсем скоро, но мы уже на этой неделе, я хотел бы немножко рассказать по таймингу, рассказать организационные определенные моменты и еще раз познакомить вас с тем, что будет у нас на мероприятии. Значит, 6-7 февраля, суббота, воскресенье, Москва, Мьюзик Медиадом. Значит, у нас с вами 2 дня, мы будем начинать в 10 часов. И по традиции у нас в 10 ровно у нас начинается таймер, который отчитывает 15 минут. То есть это время, за которое нужно зайти в зал, занять свое место. Значит, и приготовиться в 15 минут, 10-15 у нас начинается мероприятие. У нас, как правило, все начинается открывающим роликом. Мы в открывающих роликах показываем результаты 2019 года. После этого на сцену начнут выходить спикеры. И причем я хочу сказать, что вот те ребята, которые были на предыдущих итогах, значит, мы немного перемешали. Сейчас, ну, вообще тайминг и формат мероприятия. Значит, если вы помните, в прошлые итоги у нас, как правило, было так, что в самом начале у нас выступали администрация, значит, потом выступал какой-то приглашенный спикер, были различные там кейсы. Значит, мы говорили о новостях, ну и так далее. И потом был перерыв, и потом после перерыва у нас была шоу-программа, и были номинации «Партнер года». Вот в этот раз, и потом заканчивал все это дело «Хедлайнер». В этот раз мы решили все делать, перемешать и сделать такие блоки. Значит, и я вам сейчас хочу рассказать, как это будет. Значит, после открывающего ролика первый спикер на сцену выйдет, ваш покорный слуга Вячеслав Ушенин, и моя тема будет «Знакомство с компанией». То есть я хочу рассказать о вот этом 7-летнем становлении компании. То есть нам в этом году, мы с вами будем отмечать 7 лет, в этом году 7 лет компании. И я буду рассказывать вот историю, скажем так, вкратце, с чего все начиналось, какая была у нас идея, значит, какая была основная там стратегия и так далее, и как у нас сформировался продукт, как он становился. Значит, это первая тема «Знакомство с компанией». После этого, после меня выходит Айрат, это наш директор по развитию, и у Айрата будет тема «Итоги года», «Итоги 2020 года». То есть у Айрата тема «Каких результатов мы добились в прошлом году». Значит, затем в первом блоке у нас будет два кейса, двух клиентов, и после этого, значит, у нас начинается первый блок «Партнер года». То есть после этого мы начнем уже поздравлять по номинациям. Значит, в первом блоке «Партнер года» у нас будет открытие года, причем в этот раз мы решили награждать как партнеров, которые активно работают по партнерской программе, так и тех партнеров, которые активно работают с продуктом, то есть его продают и занимаются внедрением. Поэтому первая номинация «Открытие года» там будет два человека. Выйдет партнер, который занимается партнерской программой, а также выйдет внедрениц, то есть открытие года в партнерской программе и открытие года в внедрении. Затем будет номинация «Прорыв года», это касаемо партнера, и будут две номинации за вклад в развитие продукта и за вклад в развитие компании. После этого, после номинации, у нас будет первый номер нашей шоу-программы. То есть уже это будет 11.40.12 по таймингу, то есть у нас уже будет первый номер шоу-программы. То есть это все дело перемешано для того, чтобы вы не скучали, чтобы была вот эта динамика, чтобы менялась картинка. Идем дальше. После номера шоу-программы у нас будет выступление нашего партнера про коллаборацию с различными госпрограммами. Затем у нас будет третий кейс клиента, то есть выступит клиент со своим кейсом, действующий клиент. И следующее после клиента у нас будет выступление нашего директора по продукту Сергея Кистюжов, который начнет говорить о четвертой генерации. Самое главное на этих итогах, на этих итогах года, на мой взгляд, это будет презентация четвертого поколения нашего продукта UDS 4.0. Это будет особняком стоять, потому что четвертая генерация, она не похожа вообще ни на какие генерации, ни на какие поколения. Еще раз напомню, у нас с вами, мы каждые два года выпускаем новую генерацию. В 2015 году мы выпустили продукт с генерацией 1.0, потом в 2017 году у нас появилась вторая версия 2.0, потом в 2019 году третье поколение. И в 2021 году, то есть каждые два года мы выпускаем, 2021 год, он не исключение. И у нас в этом году мы запускаем четвертую генерацию. Но если вот предыдущие генерации, они были больше о функционале, то четвертая генерация, она не только о функционале, она вообще в принципе, то есть мы меняем подход к продукту, мы меняем парадигму. И вот для того, чтобы представить вам четвертую генерацию, для того, чтобы ее объяснить, у нас будет три выступления. То есть три человека будут презентовать четвертую генерацию с разных сторон, для того, чтобы вы поняли. Значит, первый спикер – это Сергей Костюжов. Это директор по продукту. Это человек, который отвечает полностью за продукт. Человек, который принимает решения окончательные по тому, какие фичи будут в продукте и так далее. Человек, который является идеологом продукта. Это человек, который созрел внутри нашей команды и стал директором по продукту. И его задача сделать такое первое представление о генерации, рассказать, почему мы так делаем, как мы к этому шли и что нам это даст в будущем. Значит, Сергей Костюжов, директор по продукту, будет делать первую презентацию EDS 4.0. После этого, после его выступления, у нас будет второй блок по номинациям «Партнер года», где мы отметим лучший офис по товарообороту. Мы поздравим лучший офис по работе с клиентами. И также у нас будет номинация «Открытие региона». Там, где мы поздравим партнеров, которые в 2020 году открыли какой-то новый регион. То есть это тоже, я думаю, что будет сюрпризом. Те, кто приедут, они увидят и знают. Хорошо, после этого у нас будет обед. Полтора часа после обеда мы с вами снова встречаемся. И вторую часть нашего первого дня будет открывать, опять же, номер из шоу программы. И после этого у нас будет кейс клиента, еще один кейс. Это уже четвертый кейс. И после кейса клиента у нас будет кейс партнера, кейс партнерской программы. То есть после перерыва мы вам покажем два кейса. То есть ваши гости придут после обеда, и они увидят два кейса. То есть в компании есть две возможности. В компании есть возможность пользоваться продуктом, использовать продуктом в своем бизнесе, в своем деле, и получать с этого результата. А также вторая возможность в компании – это зарабатывание денег, то есть предпринимательская деятельность, то есть работа вместе с компанией, зарабатывать деньги вместе с компанией. И мы покажем вам два кейса. Первый – это того, первый кейс – это клиента, который пришел и использовал продукты, получил результаты в своем бизнесе. А второй кейс мы вам покажем партнера, который в компании, значит, работает уже довольно-таки давно, и у него есть очень хороший кейс по партнерской программе. Причем вы знаете, что у нас в партнерской программе есть четыре модели сотрудничества. То есть можно просто заниматься продвижением продукта, продажей, можно заниматься внедрением, значит, затем можно заниматься построением партнерской программы, и четвертая возможность – это бизнес абонентских плат. То есть это в итоге то, к чему все должно логически привести. И вот у этого партнера, у него сложился абсолютно успех абсолютно во всех моделях сотрудничества, и вот этот партнер будет выступать и рассказывать этот кейс. И я вас уверяю, если ваши клиенты будут на второй части, они будут ваши потенциальные, скажем, не клиенты, а партнеры будут на второй части, они услышат этот кейс, каждый для себя там что-то услышит, потому что партнерский кейс будет говорить о четырех моделях сотрудничества. Значит, и после этого у нас будет выступление нашего технического директора Булат Имамов, который сделает со своей стороны уже новую презентацию DS4.0. Еще раз, Сергей Кустюжов, технический директор, будет говорить о четвертой генерации. Булат потом продолжит. Если Сергей будет говорить в общем о генерации, то технический директор будет говорить уже о четвертой генерации с точки зрения тех новшеств, которые там будут. У нас будут новшества не только в самом продукте, то есть не только в обновлениях для предпринимателя, но и будет очень много новшеств для конечного пользователя, который скачивает наше мобильное приложение. И вот в частности об этом будет говорить Булат. Он будет говорить о том, как будет меняться наше приложение в течение всей генерации. То есть не в течение даже года, а в течение всей генерации. Я не знаю, сколько у нас будет вот этой генерации идти. Четыре года, о, четвертое. Два года, может быть, меньше, потому что скорости возрастают. Может быть, мы перейдем к тому, что мы будем каждую генерацию пускать через полтора года, может быть, через год. Но во время жизни всей этой генерации четвертый булав будет рассказывать, как будет меняться продукт. После этого у нас будет третий блок «Партнер года», где мы назовем лучшего куратора года. Затем мы расскажем вам, кто был лучший партнер по продаже продукта. Мы вам расскажем, кто в 2020 году реализовал большее количество продукта, лицензии. Кто в 2020 году привел самое большее количество клиентов на платформу. Мы вам покажем этого партнера. Я не знаю, является для вас это интрига или нет. Для тех, кто внимательно следит за новостями, тут в этом моменте интриги нет, но тем не менее, пока об этом говорить не буду. И лучший партнер по мштабирному бизнесу – это тот партнер, который в течение 2020 года пригласил в первую линию большое количество партнеров. То есть мы назовем этих чемпионов. Идем дальше. После этого мы разбавим номер и шоу программы. Затем у нас выходит опять клиент, который будет рассказывать свой кейс. Это уже пятый кейс клиента. Затем после этого мы будем делать награждение игры. Вы помните, что у нас была игра Level Up. Вторая игра во втором спринте. И у нас есть три победителя. Первое, второе, третье место. И мы будем их приглашать. Третье место поздравим и подарим подарок. Второе место поздравление и подарок. И первое место, вы знаете, что у нас за первое место у нас был автомобиль. Так вот, мы договорились с площадкой, что вот этот автомобиль, вот этот BMW, она будет на сцене. Я не знаю, то ли мы ее выпятим, то ли ее мы как-то там, значит, на тросах спустим, то ли, я не знаю, что там будет, но, в общем, мы сейчас стараемся сделать так, чтобы это было прям красиво, классное, вау-шоу. То есть, вот эта BMW, которую выиграл Дмитрий Романов, она уже, ее уже давно купили, в декабре. Значит, после того, как мы узнали, кто выиграл. Вот, и она стоит сейчас в салоне, ждет, когда мы ее вручим. Но вручим мы ее как раз-таки на сцене, как мы с вами говорили, сцене итоги года. То есть, ваши гости, которые придут на мероприятие, они еще увидят итог, мы и вручаем автомобиле BMW 3T. Серии тому, кто заработал больше всех денег. Вот, вы можете сказать, что вот в компании так вот все работает, кто больше всех зарабатывает, а мы еще машину дарим. Так, и после того, как мы подарим автомобиль, автомобиль, буду выступать я. Значит, и у меня будет, я, скажем так, буду третий человек, который будет презентовать версию UDS 4.0. Если, еще раз, Сергей будет говорить в целом о концепции, Булат будет говорить с точки зрения технической, то я уже буду говорить о, ну, скажем так, за финалю, за покую вообще. То есть, ну, скажем так, вкратце еще раз расскажу о том, что такое UDS 4.0 и расскажу о дальнейшей нашей стратегии, потому что в рамках этой, в рамках генерации 4.0 у нас появляется несколько новых направлений, несколько новых стратегических задач, а также тактических задач. И вот моя задача будет об этом рассказать. Я точно знаю, что те люди, которые будут на мероприятии, те люди, которые услышат о генерации 4.0, мы сейчас как бы скомканно говорили, там, в Сочи говорили, значит, на нашем осеннем мероприятии. Где-то я говорю на вебинарах, где-то там, значит, администрация на вебинарах каких-то говорит. Это все скомканно, ребята, информацией, и понятно, что мы не выдаем самую суть. И вот на мероприятии мы будем говорить об этой генерации 4.0 для того, чтобы вы прямо пропитались этой идеей, и то есть, чтобы она вас зажгла, потому что это действительно совсем, ну, это новый взгляд, это не просто новый функционал, это не просто мы говорим, что новое поколение добавится там в новые кнопки. Нет, мы говорим о том, что мы теперь воспринимаем продукт по-другому, мы теперь на него будем смотреть по-другому. И у него другие, у этого продукта сейчас другие задачи, это новая парадигма. Вот, поэтому важно, очень важно быть на этом мероприятии для того, чтобы это услышать. Вы потом, понятно, что вы потом на роликах на YouTube сможете еще раз это послушать, но ничего не заменит того момента, когда вы прямо в зале сидите и вот из первых уст это все дело слышите, из первых рук. Так, и, значит, после этого, после того, как я расскажу о UDS 4.0, у нас четвертый блок «Партнер года». Значит, и вот в этом четвертом блоке мы с вами подводим итоги и называем трех лучших представителей компании. Первое. Мы назовем самого лучшего клиента. Мы назовем клиент года. Клиент 2020 года. То есть мы определились, мы выбрали, значит, кто является самым лучшим для нас клиентом. И мы вам его представим, назовем. Это первое. Второе. Мы назовем лучший партнер по внедрению. То есть это человек, который, скажем так, лучше всего занимался продуктом и внедрением продукта в бизнес, вообще в рынок. И у нас будет «Партнер года». Это человек, который лучше всего поработал по партнерской программе. Значит, это будет четвертый блок номинации «Партнер года». И после этого, то есть у нас будет конфетти, красивые все, значит. И после этого, понятно, что выйдет, после этого выходит «Хедлайнер», как у нас обычно бывает. И в этот раз, вы знаете, да, вы, наверное, все смотрели официальный сайт, в этот раз у нас «Хедлайнер Квест Пистолс Шоу». Значит, я вам объясню, почему его выбрали. Значит, если раньше мы проводили мероприятие в Крокусе, то Крокус – это больше, то есть это, конечно, концертная площадка, но в Крокусе, то есть нет, то есть там большой экран можно поставить и там сбоку, помните, два экрана. И для Крокуса больше подходят какие-то «Хедлайнеры», которые там поют, значит, ну и какая-то там потанцовка. «Мьюзик Медиадом», там, где мы будем с вами впервые итоги отмечать, это совсем другая площадка. То есть Медиадом, то есть там огромные экраны, там свет, просто сумасшедший звук. И туда нельзя ставить просто человека, который будет петь. То есть там должно быть какой-то перформанс, должно быть какое-то прям такое огненное шоу. Поэтому группа у нас, ребят, которые занимаются организацией, они, значит, все думали и вот решили сделать «Квест Пистолс Шоу». Почему «Квест Пистолс Шоу»? Я когда готовился, зашел на их сайт, и, значит, что я там вычитал? Это уникальное вокальное представление, соединившее в себе хореографию лучших танцоров мира и популярный музыкальный бренд. То есть это яркое сочетание опыта крупнейших музыкальных перформансов и актуальной танцевальной музыки. То есть это не просто те ребята, которые, ну, песни, которых мы с вами знаем, и песни, их являются хитами. Это еще плюс хореография, это танцевальные шоу, это еще плюс перформансы, это много звука, это много света. В общем, это будет здорово. То есть это будет прям классный, потрясающий концерт. И если бы мы их привезли в «Крокус», это было бы не то, честно. А вот когда мы их привезем в «Мюзик Дом», вот этих ребят «Квест Пистолс Шоу» с этими экранами, с этими звуками, с этим, значит, с этим светом, вот это будет действительно потрясающее шоу. Поэтому мы с вами классно проведем время. У нас хедлайнер завершит наш первый день. Вот такой у нас будет первый день, и мы с вами по таймингу планируем закончить в 6 часов вечера. Мы постарались как можно быстрее закончить. Для чего? Для того, чтобы у вас было время, для того, чтобы вы могли пообщаться со своими там друзьями, партнерами, чтобы вы могли там пойти куда-то поужинать, исти к вам время, потому что вы встречаетесь. Вот, и я думаю, что мы все соскучились, да, по этим поживым общениям, по оффлайн-мероприятиям, потому что бы там друг друга увидеть, обнять там. В общем, соскучились мы по этому. Поэтому мы стараемся дать вам больше, постарались дать вам больше времени вечером для того, чтобы вы повели его совместно с теми людьми, с которыми вы хотите провести. Вот, значит, это у нас первый день. Затем второй день, воскресенье, 7 февраля. 7 февраля у нас будет, воскресенье, это будет день, целый день обучения и признания по карьерной лестнице. Значит, у нас есть карьерная лестница. Мы будем приглашать партнеров, которые сейчас на определенном каком-то, то есть достигли какого-то определенного уровня. И все это будет миксоваться с обучением наших топ-лидеров. Итак, та же самая история. 7 февраля в 10.00 у нас начинается отсчет в 10.00. И в 10.15 мы с вами начинаем. У нас выходят ведущие, первая пара ведущих. И, значит, у нас будет, начнем мы с того, что у нас будет представление двух департаментов. Значит, сейчас еще расскажу, есть одно нововведение. Мы всю эту жизнь работали с, скажем так, у нас был самый главный орган в компании, это Высший Лидерский Совет. То есть это орган, куда приглашаются, значит, лидеры нашего сообщества, и где мы, значит, там решения все принимаем, Высший Лидерский Совет. И, значит, в этом спринте, в следующем спринте, то есть тот, который прямо сейчас начался, с 1 февраля, мы решили поработать немножко в другом формате. То есть мы нивелируем этот орган, то есть мы его убираем в Высший Лидерский Совет, и вместо него мы делаем два департамента. То есть у нас будет два департамента в компании. Департамент по продукту, то есть все, что связано с продуктом. То есть это будут партнеры, которые будут принимать решения по продукту. Я думаю, что мы уже весной проведем какую-то стратегическую сессию с этими ребятами. В общем, то есть это те люди, которые будут влиять на продукт. Это департамент по продукту. И отдельно у нас будет департамент по партнерской программе, мы его называем департамент штабирный, департамент роста. То есть там будут партнеры, которые будут заниматься непосредственно конкретно партнерской программой. Как делать так, чтобы мы с вами росли, то есть у нас количество партнеров росло. И у нас будет два департамента. Мы решили второй сприт поработать таким образом. Посмотрим, что из этого. Ну, все хорошо будет, мы посмотрим, как это все дело сработает. Поэтому в самом начале дня, 7 февраля, мы вам представим два департамента. То есть представим этих людей, покажем вам людей, кто будет принимать решение о продукте и кто будет принимать решение о партнерской программе. Для того, чтобы вы их видели и если у вас какие-то предложения, вы можете к ним обращаться. То есть это как, знаете, это как, скажем так, Госдума или как это назвать. То есть это представители партнерского сообщества, которые напрямую коммуницируются с компанией, с администрацией и говорят, как нам дальше жить. Вот так вот будет. В общем, полная демократия в компании. Идем дальше. После этого, после того, как мы представим два департамента, у нас будет выступление первого нашего спикера Екатерины Шорохова. В ней будет тема «Вера в себя». После этого у нас будет награждение региональных менеджеров и генеральных менеджеров. После этого у нас выйдет Дмитрий Романов. Это парень, которым мы накануне подарим БМВ. То есть это парень, который выйдет на сцену, и мы ему на сцене подарим БМВ. Дмитрий Романов. У него тема «Победа в жизни. Мир пластилин». Идем дальше. После этого мы будем награждать директоров первого, второго и третьего уровня. И после них выйдет у нас Виталий Юшеев, который будет раскрывать тему принятия решений через себя, через свой опыт, через свои проживания. После Виталия у нас будет награждение региональных директоров, международных директоров и генеральных директоров. Это статусы нашей карьерной лестницы. После этого у нас выйдет Александр Лукьянов, который расскажет о том, как правильно формировать команду, тема формирования команды. После этого мы наградим ПСД, статус ПСД. После того, как мы наградим ПСД, у нас выйдет Евгений Нагиев, который будет раскрывать тему наставничества. Я думаю, это очень классная тема и очень сильный, очень сильный скилл Евгения Нагиева. После этого мы будем награждать ГПСД, генеральный представитель директоров. Затем после этого у нас выйдет Дмитрий Соловичук, который будет раскрывать тему о мотивации в бизнесе, как мотивировать себя и свою команду. Если вы знаете этих партнеров, вы видите, как отвлекаются темы с их психологическими портретами. То есть задача каждого спикера на этом мероприятии, на втором дне, была поделиться какой-то темой, которая его волнует, которую он через себя проживает, и выдать эту историю. И мы, когда мы готовились к этому мероприятию, ко второму дню, 7 февраля, мы для себя решили, что мы будем это делать в формате TED. Значит, формат TED, я думаю, что вы многие об этом слышали, смотрели. TED – это сцена, где каждый может выйти и поделиться какими-то своими открытиями, мыслями, переживаниями и так далее. И вот это выступление 18 минут, вы знаете, и вот каждый спикер будет выступать, тоже раскрывать свою тему 18 минут. Это определенный челлендж, тоже для спикера уложиться в 18 минут, то есть выдать самую суть, самую соль, но за 18 минут. Значит, каждый спикер будет выступать 18 минут. Значит, после Димы у нас будет перерыв, мы уйдем на перерыв, и после перерыва мы с вами снова соберемся. У нас будет новая пара ведущих, значит, и у нас таймер запустится в 14.45, и в 15 часов мы с вами начнем. Значит, начнем у нас тема Тарас Годованюк, темы так, тем пока нет, темы пока не вижу. После этого у нас будет награждение акционеров 1, 2, 3 уровня, после этого у нас выходит Ирина Строкова, затем после этого у нас будет награждение премьеров, после награждения премьеров будет выступать Михаил Мухлыгин, после Михаила будет награждение гран-премьеров, и после награждения гран-премьеров тема от Натальи Сарокиной. И завершать это все будет, опять же, ваш покорный слуга, Вячеслав Ушенин. У меня будет тема, я подведу итог, финал всего нашего мероприятия, этих двух дней. И моя задача, как правило, вот в этом финальном выступлении, дать вектор, дать стратегию. То есть мы вам расскажем, как мы будем работать весь первый спринт. У нас будет событийная линейка, у нас будут промо на спринт, они будут точно. Значит, вот это вот все запаковано, я буду рассказывать заключительным спикерам во второй день. И то же самое мы планируем закончить наше мероприятие, наш второй день. Мы планируем закончить в 17.00. Не знаю, может быть, поедет тайминг, может быть, чуть попозже, но вот план у нас закончится в 17.00 для того, чтобы опять же после мероприятия у вас было время для того, чтобы пообщаться со своими приглашенными, со своими друзьями, с другими партнерами из других городов, чтобы вы могли пообщаться. Значит, вот так вот у нас будет проходить мероприятие. И что еще хочу сказать, то что сейчас... А, и 7 февраля, значит, у нас мероприятие закончится, и 8 еще февраля у нас будет обучение в московском офисе. Значит, информацию по обучению 8 числа в московском офисе вы, пожалуйста, ищите в партнерских чатах информацию. То есть это организует департамент масштабирования. Это обучение, не компания, а именно департамент масштабирования. И, значит, информация о нем есть в партнерских чатах. Что еще нужно сказать по мероприятию? Если у вас есть какие-то потенциальные гости или партнеры, которые не хотели ехать, потому что переживали, что мероприятия могут отменить в последний момент и так далее, все знают, что есть такие люди, вы сейчас видите, что постепенно-постепенно у нас снимаются ограничения. Значит, и сейчас все больше и больше разрешают, ну, скажем так, эти ограничения снимаются. И это говорит о том, что мероприятие точно будет у нас. Вот. И единственное, мы пока ограничены по количеству людей в зале. Вот. Но, тем не менее, мероприятие будет точно. И что еще важно отметить, самое, наверное, важное еще раз в этих двух днях, в итоге года, почему туда надо ехать. Понятно, что за общением там будет классная тусовка, там будет информация, это заряд мотивации и так далее. Это ваше топливо на весь следующий спринт. То есть, по сути, мы с вами едем от мероприятия до мероприятия, мы с вами ездим как вот от заправки до заправки. Вы, я думаю, что часто слышали в нашем бизнесе такую фразу, что мы работаем от мероприятия до мероприятия. Почему? Потому что мы с вами едем от заправки до заправки. Каждое мероприятие – это заправка. Заправка мотивации, заправка каким-то эмоциями, драйвом и заправка какими-то знаниями, новыми открытиями. Потому что каждый раз, когда ты сидишь на мероприятии, у тебя что-то открывается, что-то распаковывается, у тебя какая-то монета провалится и так далее. Поэтому это будет, наверное, самая большая, самая главная заправка в нашем бизнесе. Поэтому если вы хотите получить вот это ускорение в бизнесе, вам нужно просто туда приехать. Это как, я не знаю, как в Форсаже, кто смотрел, это как окись азота, когда ты в какой-то момент нажимаешь кнопку, выбрасывается азот, и твой автомобиль едет очень быстро. То же самое и с бизнесом тех людей, которые на эти мероприятия приезжают. Приезжают не одни, а вот с кем-то. Поэтому это будет самое главное мероприятие, мотивационное, драйвовое, и с точки зрения знаний, и с точки зрения распаковки. Потому что вы сейчас презентуете продукт какими-то определенными словами, после мероприятия у вас распакуются какие-то новые фразы, какие-то новые слова, и вы будете более убедительны в переговорах. И самое главное, наверное, событие этих итогов – это презентация UDS 4.0. Мы с вами будем презентовать новую генерацию, новое поколение продукта. И еще раз скажу, что это не просто о новом функционале. Это, по сути, новый способ мышления, это новая парадигма, новый взгляд на продукт. И у нас будет целых три спикера для того, чтобы эту историю раскрыть, для того, чтобы с разных сторон у вас эта информация распаковалась, и вы поняли, и вы, скажем так, пропитались этой идеей. Потому что если вы эту идею поймете, вы ее примете, проживете, она станет частью вас, вам будет очень просто закрывать сделки. Вы будете без проблем находить определенные доводы для того, чтобы быть убедительными в своих переговорах. То есть это то, что позволит еще раз вам быть более эффективным в бизнесе. Поэтому очень важно в этом мероприятии быть. На этом у меня все. Я хочу сказать, что мы с вами уже очень скоро увидимся. Сегодня вторник. Мы с вами увидимся уже с кем-то в пятницу, с кем-то уже в субботу, и в субботу, и в воскресенье мы с вами увидимся. Вот. Поэтому у нас осталось не так много времени. И если у вас еще раз есть партнеры или гости, которые размышляют, вы можете еще раз к нему обратиться, и в этот раз быть более убедительными для того, чтобы как можно большее количество людей в вашей команде и потенциальных клиентов, партнерах тоже поехали на мероприятие. Запись будет. Да. Все, ребята, спасибо большое. На этом все. До встречи на итогах. Да, ребята, в итоге запись пошла. То есть она у нас запустилась.